МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, а нашим телезрителям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 703515. Звоните и задавайте свои вопросы. Также вы можете их оставлять и на сайте нашей телерадиокомпании www.semenfo.ru. Виктор Николаевич, сразу после новогодних каникул депутаты приступили уже к весенней сессии. Вы отработали месяц. Скажите, пожалуйста, какие важные законопроекты были рассмотрены и приняты депутатами за это время? Ну, самый, наверное, злободневный вопрос, который сейчас широко обсуждается, это инициатива президента по доведению минимальной заработной платы до стопроцентно от прожиточного минимума. Напомню предысторию. В конце прошлого года мы, уточняя бюджет, принимая бюджет на очередной финансовый год, приняли еще ряд законопроектов. Один из них – это доведение минимальной заработной платы до 85% от прожиточного минимума. Для того, чтобы не было тех зарплат, на которые невозможно прожить. Запланирован был второй этап. С 1 января 2019 года доведение до 100% минимальной заработной платы к прожиточному минимуму. И вот наш президент Владимир Владимирович Путин вышел с инициативой, что нельзя, не стоит откладывать до 2019 года, и предложил уже сейчас решить данный вопрос. Он внес к нам данный законопроект, чтобы уже с 1 мая были уравнены минималка и прожиточный минимум. Так как это законопроект, несенный президентом, он имеет первоочередное, так сказать, право на рассмотрение. И по словам нашего председателя Государственной Думы Володина, этот законопроект, скорее всего, уже будет 7 февраля рассмотрен в первом чтении. Это первое. Что еще нам удалось рассмотреть? Это законопроект о том, чтобы государственные, муниципальные услуги можно было оплачивать через многофункциональные центры. Раньше это было возможно только через банки или банковские терминалы. Но кроме оплаты государственных и муниципальных услуг, есть еще возможность авансовой оплаты самих платежей по налогам. И еще авансово. То есть кто-то, живя в отдаленных селах, может приехать и вперед внести данные средства через многофункциональный центр. И они будут автоматически засчитаны. Данный законопроект рассмотрен нам уже в двух чтениях. Находит такой широкий отклик понимания у наших избирателей. И вот сейчас мы будем рассматривать его в третьем чтении. Что еще интересно, это законопроект о добровольчестве, волонтерстве. Все знают, что президентом объявлен 18-й год, годом добровольца. И есть очень много организаций, в которые входят люди, которые безвозмездно, по зову души, помогают тем, кто имеет какую-то группу инвалидности. Помогают детям, помогают детским домам. Помогают в поиске пропавших людей. Помогают при стихийных бедствиях. Ну, то есть, их, кстати, патриотическую работу ведут бескорыстно. И вот для того, чтобы поддержать данных людей, данные общественной организации, принят закон о добровольчестве и волонтерстве. Он, прежде всего, предусматривает определение, что такое добровольчество, волонтерство. То есть, раньше это не было прописано? Нет. То есть, говорили все, но не было общего понимания. Затем добровольцам, волонтерам будет дана возможность получать государственную поддержку. Возможность проезда к месту, где они будут оказывать свою помощь. Страховка. Возможность получения одежды, экипировки, какого-то снаряжения. Все помнят 10-й год, когда были в стране массовые пожары, потому что засуха стояла такая, что не припомнят даже старожилы. Горели леса, горели жилые посёлки. И вот участвовали добровольцы, в том числе тушений. Но им нельзя было официально передать экипировку. Нельзя было состраховать их жизнь и здоровье. Также невозможно было оплатить проезд им к месту данного стихийного бедствия. Сейчас это всё урегулировано. Понятно, что это очень тонкий вопрос, когда люди бескорыстно помогают. И здесь самое главное, чтобы были приняты хорошие нормативные, подзаконные нормативные акты. Чтобы не вот этих людей, простите за такое выражение, не замордовали лишней отчётностью и так далее. Чтобы люди потом не махнули рукой, не бросили данный вид деятельности. Поэтому закон принят, но мы будем очень внимательно мониторить, как он будет реализовываться. Если необходимо, будем носить коррективы. А средства уже заложены на социальные гарантии, на оплату проезда или нет? Или только принятие закона – это как бы пусковой механизм, самое начало пути? Вы правы, это только начало пути. Закон позволяет заложить деньги на поддержку волонтёрства, добровольчества организаций, конкретных лиц. А теперь при корректировке бюджета федерального, региональных, муниципальных, я уверен, что данные средства будут заложены. Но ещё один законопроект, который вызвал общественный резонанс, и в средствах массовой информации его повсеместно обсуждали. Он касался вопроса того, чтобы приравнять гражданский брак к официальному. Вот ваша точка зрения. Какова? Вы знаете, наблюдается, к сожалению, печальная статистика, что очень много семей, скажем так, семей, много людей, которые живут в гражданском браке, отношения не оформляют. И получается, с одной стороны, есть совместно нажитое имущество, которое оформлено на кого-то одного. Есть и дети, рождённые вне официального брака. И вот, к примеру, в случае смерти одного из тех людей, кто жили гражданским браком, возникает правовая коллизия. Они не могут воспользоваться совместно нажитым имуществом. А как быть с детьми и так далее? Это с одной стороны. Но, с другой стороны, все наши устои, вся наша, скажем так, культурно-историческая составляющая нацелена на то, что семья является основным, брак является основной формой существования семьи. Поэтому я всё-таки за традиционные наши ценности, за брак, в котором должны, наверное, и дети рождаться. И это правильно. Но, с другой стороны, вот такие правовые вопросы есть. Лично я данный законопроект не поддерживаю. Но, вместе с тем, я считаю, что вот как раз это тот повод, когда нужно всенародно обсудить. И задуматься. Да, и с одной стороны, задуматься, но и обсудить, чтобы найти, так сказать, варианты подстраховки тех, кто ещё не оформил брак, но у них уже есть и дети совместное имущество. Но, вместе с тем, наверное, это повод лишний раз задуматься обществу на сохранение нашего традиционного уклада и, конечно же, семейных ценностей. Виктор Николаевич, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте мы его послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пенсионерка, Слепцова Антонина Павловна. Живу в Кировском районе. Вот нам вроде бы прислали 20 трамваев, но по разговорам, вот кондуктора разговаривают, водители, что якобы их отослали в Белгород. Это правда или нет? Потому что единичка, мы стоим на остановке по 40, по часу ждём трамвайную остановочку. Спасибо за вопрос. Я не готов сейчас прокомментировать данный вопрос, потому что это прерогатива, конечно, муниципальной власти, власти города Курска. Но я обязательно уточню, и если вы ещё не положили телефон, оставьте свои координаты, я свяжусь вам и расскажу полностью развернуто о том вопросе, который вы задали. Если есть необходимость в дополнительных троллейбусах, трамваях по городу Курску, по каким-то маршрутам, то, соответственно, власти города должны предпринимать данные, меры для решения этого вопроса. Но вместе с тем, именно по 20 трамваям, и если они пришли в Курск, поверьте, что никто их не отправит в Белгород. Виктор Николаевич, ну давайте вернёмся к вашему представительству в Государственной Думе. Скажите, пожалуйста, в феврале над какими законопроектами депутаты будут работать? На весеннюю сессию, которая будет до середины лета, внесено к рассмотрению порядка 170 законопроектов. Наиболее, скажем так, важные, интересные, которые я считаю, это первое – контроль за качеством лекарственных средств и оказываемых платных услуг в медицинских учреждениях. Актуальная тема на сегодня. Очень актуальная, и она волнует большинство наших избирателей. Прежде всего, планируется, Росздравнадзор может делать, и Роспотребнадзор может делать контрольные, скажем так, контрольные закупки и по лекарствам, и по оказываемым услугам. Предусмотрены очень серьёзные штрафные санкции и иные меры воздействия, в том числе на руководителей данных учреждений. Я считаю, что это очень важный законопроект. Второе, как я уже говорил, это в третьем чтении будет рассмотрен закон о наделении дополнительной возможностью для удобства жителей многофункциональные центры, так называемые МФЦ. Третий вопрос – это касаемо невыплаты заработных плат. К этому законопроекту нас побудила ситуация, сложившаяся год назад в Ростовской области. Шахтёрам тогда обанкротилась фирма, которая владела несколькими шахтами. И шахтёрам не выплатили заработную плату. Счёт там шёл на сотни миллионов. И регион был готов помочь людям выплатить вот эту зарплату, но он не имел возможности по бюджетному кодексу. Теперь же, в случае вот такой сложившей ситуации банкротится фирма, людям не выплачена зарплата. Значит, регион должен будет выплатить эту заработную плату, а сам взыскивать в полном объёме с тех организаций, которые обанкротчены. И строго спрашивать с руководителей тех организаций. Но люди, простые рабочие, служащие, страдать не должны. Это очень важный законопроект. Но и ещё один, который, я считаю, также очень важен, это закон о противодействии коррупции. О том, что те люди, которые уведомили органы о факте коррупции, они должны получить государственную защиту. Чтобы они не оставались один на один с теми, кто недоволен их решением. Те, кто не хочет, чтобы это было раскрыто. Вот мы рассмотрим законопроект, где они получат именно государственную защиту. Виктор Николаевич, у нас есть ещё один звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы знаете, у меня пенсия 8 тысяч 537 рублей. Сегодня я звоню в пенсионный фонд и интересуюсь, будет ли у меня индексирована пенсия, чтобы минималка была 8 600. Вы знаете, что мне ответили? Мне говорят, вы же ветеран труда, да, ветеран труда. Вы же получаете ветеранские? Получаю, да. Значит, у вас получается 9 600. Извините, а как получается? Трудовой стаж и деньги, которые я получаю за ветерана труда. А если ветеран труда получает пенсию 15 тысяч, ну, а если 20 тысяч у меня вот сотрудница получает, как? Значит, можно всю жизнь не работать и получать социалку 8 600. Вопрос пенсионного обеспечения. Оставьте, пожалуйста, свои координаты. От вас потребуется заявление, обращение на мое имя, для того, чтобы я ситуацию именно по вам прояснил в пенсионном фонде. Оставьте, пожалуйста, координаты. Я думаю, что мы с вами установим истину. Виктор Николаевич, а планируете ли вы внести какие-то свои законопроекты на рассмотрение депутатов к Госдуму? Если да, то какие? Вы знаете, законотворчество – это очень сложный процесс, тем более на уровне всей страны, на уровне Российской Федерации. И здесь каждый законопроект, он же должен быть взвешенным и хорошо проработанным. Ну, вот для меня очень близка тема пищевой безопасности и безопасности продуктов питания. Я где-то месяцев семь разрабатывал законопроект о контроле над оборотами пестицидов и агрохимикатов. Я его разработал, фракция рассмотрела на Координационном совете, его поддержала. Теперь я направил данный законопроект на отзыв правительства Российской Федерации, для того, чтобы уже после получения отзыва внести его в Государственную Думу. О чем это законопроект? Это о том, чтобы у нас был системный контроль над пестицидами и агрохимикатами, в том числе на продуктах, которые производятся с нашим сельским хозяйством, и те, которые возятся к нам из-за рубежа. Приведу вот такой пример. Допустим, поступают к нам турецкие помидоры, поступают к нам какие-то апельсины, мандарины, еще какие-то фрукты. Причем они напичка, на это сразу возникает. Там зерно какое-то. Никто сейчас на границе не проводит контроль на остаточное содержание пестицидов и агрохимикатов. Производит контроль только Роспотребнадзор на прилавках. Обнаружили здесь, ага, значит, вот это вот нельзя продавать. Но сколько у нас прилавков в Российской Федерации? Рынки, магазины. Сложно все отследить. Поэтому нужно контролировать ввозимую продукцию. Это раз. Во-вторых, как хранятся агрохимикаты? Как они перевозятся? Как они вносятся? Не наносит ли это ущерб экологии нашей страны? Ведь, еще раз повторюсь, здоровье нации – это вопрос государственной безопасности. Вот такой законопроект мной разработан. Фракция поддержала. Ждем отзыва из правительства. Виктор Николаевич, у нас есть вопрос на сайт от индивидуальных предпринимателей, которые занимаются продажей товаров на ярмарке выходного дня в поселке Кшенске Советского района. А данная ярмарка уже существует на протяжении четверти века. И в ней принимают участие до 300 предпринимателей не только из Курской, но и из Липецкой и Орловской областей. Ярмарка функционирует один раз в неделю в субботу с 8 до 13 часов и находится на улице Ленина. Все бы ничего, но вот в середине января администрация поселка Кшенске встретилась с предпринимателями и рассказала им о том, что согласно предписанию прокуратуры нужно закрывать ярмарку, нужно прекращать деятельность этой ярмарки. Они обращаются к вам с просьбой помочь оставить место проведения ярмарки выходного дня на прежнем месте. У нас вопрос, конечно, он назревший давным-давно. И здесь я уже был неделю назад где-то, да, в начале этой недели в поселке Кшенске, как раз был день освобождения. Я встречался с главой советского района, с ним обсуждали данную тему. Я понимаю прекрасно озабоченность предпринимателей. Кроме того, рынок выходного дня – это всегда низкие цены. Это хорошо и для жителей. Но, с другой стороны, есть постановление правительства о том, что торговля должна проходить в местах, которые имеют стационарное помещение. То есть какая-то крыша над головой должна быть. А необычная дорога. Да, но не вдоль дороги. И здесь я считаю, что однозначное решение найти очень сложно. С одной стороны, нужно сохранить данный рынок, но с другой стороны, перевести его в цивилизованное русло. И здесь, я думаю, нужно нам совместно и с прокуратурой найти взаимопонимание, потому что они-то требуют соблюдения законодательства. Но вместе с тем подключиться и администрации, для того, чтобы, возможно, короткие сроки построить данное помещение, организовать предпринимателей. Тут, я считаю, что необходим диалог для нахождения вот этой истины. Но просто так закрывать, я думаю, неправильно, не предложив никакой альтернативы. И замены. Да, вот будем над этим работать. Виктор Николаевич, есть еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я являюсь многодетной мамой. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот куда я не обращусь, как многодетная, и, собственно, как родитель, хотел бы, чтобы мои дети занимались на танцах, на каких-нибудь спортивных секциях. Везде все платно, в нашем городе. Можно повернуться к детям лицом и сделать бесплатное все-таки занятие? Спасибо за вопрос. Ну, а здесь есть, я знаю, что и бесплатные секции, в том числе по многим видам спорта. Да, может быть, не так много. Я так и не понял из данного вопроса, что это именно танцы, пение. Куда именно обращались? Есть у нас детско-юношеские спортивные школы, которые работают бесплатно. И вы это прекрасно знаете, и жители Курска. Есть у нас школы искусств, где и игре на музыкальных инструментах, и танцем, и пением учат бесплатно. Вот. Но есть и коммерческие. Сложно сказать, что в данном случае имело какое место. Ну, я думаю, что чем больше будет школ искусств и спортивных школ, тем будет лучше. У нас, кстати, сейчас в регионе, вот не сейчас, а на этот год намечено, и ведется строительство восьми физкультурно-оздоровительных комплексов в районе, где будут запущены дополнительные секции. Я знаю, что один ФОК еще и в Курске строится, на северо-западе. Есть у нас детская конно-спортивная школа, которая будет функционировать на новом построенном Газпромом ипподроме. Наверное, их должно быть еще больше. Тут никто в этом не сомневается. Если вы оставите информацию, что именно, какое направление вас интересует, давайте я вам также в этом помогу. Виктор Николаевич, ну, совсем скоро, а именно 8 февраля, мы ответим знаменательную дату. Это 75-летие освобождения Курска от немцев. Что бы вы пожелали ветеранам и жителям города? Ну, ветеранам, конечно, это побольше здоровья. Потому что не так уж, к сожалению, много осталось ветеранов. И мы должны вместе сделать так, чтобы каждый день, который они живут вместе с нами, был для них, ну, наверное, теплым, душевным, чтобы они ощущали комфорт. А мы гордились тем, что такие люди живут вместе с нами. Ну, а нам, всем курянам, помнить героев, кто спас нашу страну, кто отстоял в том числе наш город, нашу малую родину, и делать все, чтобы они нами гордились. Вот каждый на своем месте должен честно, эффективно работать. И чтобы наш Курск, наш регион, наша Россия становилась день ото дня лучше и лучше. Виктор Николаевич, к сожалению, время нашего прямого эфира подходит к концу. Спасибо, что вы пришли и ответили на все наши вопросы. Это была программа «Власть. Открытая политика» на телеканале СИИМ. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова